А еще у них есть... А вам не кажется, что тейки про партноменклатуру не из рабочего класса? Госкапитализм в СССР и про гособственность вместо общественной собственности упрощают левакам аргументацию про неправильный социализм в совке и прочем. Как тогда противостоять бредним про неправильный социализм? Ну это немножко другой вопрос, потому что тейки про партноменклатуру и госкап в совке, они направлены прежде всего против совкадрочеров. То есть против той части нашей левой общественности, которая продолжает представлять Советский Союз в качестве чего-то хорошего, желательного, как некой альтернативы капиталистической системе. Потому что когда их спрашивают, ну а где же этот социализм на практике? Они начинают кивать в сторону совка и говорить, что вот в 20 веке было такое прекрасное великое государство и так далее. По поводу неправильного социализма, то здесь мы уже касаемся более фундаментальных основ левого мировоззрения и социалистической теории. Потому что здесь нужно уже апеллировать чисто какими-то теоретическими категориями. Вот, но это вообще, ну дискуссия приобретает более опасный характер, потому что это вот все равно, что спорить с саентологом о саентологии. Но при этом ты вынужден ссылаться только на сами саентологические книги, где все проинтерпретировано вполне однозначно. Поэтому здесь скорее нужно говорить о разрыве теоретической основы с политическими практиками, которые были в 20 веке в принципе. Вот, а если ты покушаешься на саму идею коммунизма и социализма, то здесь нужно уже подходить к разбору социальной и культурной антропологии, в общем-то, марксизма. И говорить о том, что в принципе такое общество можно, можно ли построить да или нет. И если да, то насколько вообще это желательно, да, то есть. Потому что смотри, допустим, советский опыт мы можем рассматривать как нерелевантный. А вот, например, к опыту красных кмеров у меня никаких претензий нету. То есть у меня нету тейка на тему того, что у Пол Пота был какой-то неправильный социализм. Потому что Пол Пот, он как раз вот в плане конечной реализации того общества, которое он, в общем-то, хотел построить и в конечном итоге построил. Включая сюда, там, значит, отказ от товарно-денежных отношений, полный запрет любых форм частной собственности, там, общность жены и детей. То, в общем-то, здесь все, в принципе, по Марксу. Но сами левые, да, которые, в общем-то, ну, себя позиционируют как последовательные марксисты, они вот начинают махать руками и орать, что, типа, нет, нет, это неправильный коммунизм, это вообще все не по Марксу. Хотя они в большинстве случаев не в состоянии это как-то, значит, свою вот эту вот некую эмоциональную, такую импульсивную критику полпотовского режима обрести, как бы, значит, выполнить ее, да, или как-то облечь ее в какие-то рациональные формы. И поэтому каждый раз, когда они пытаются дать характеристику этому режиму, то получается просто какой-то сраный анекдот, да, то есть, когда они говорят, там, полпот евро левый, ну, простите, это совершенно бессодержательное утверждение, бессмысленное. Или, там, это был какой-то крестьянский, блядь, социализм, какой крестьянский, там не было крестьян, там был сельский пролетариат. Крестьяне — это класс, который, с точки зрения марксистской теории, имеет вполне четкие описательные критерии. В случае, когда мы полностью обобществляем всю землю, как бы, о каких крестьянах вообще идет речь, это полная переконвертация крестьян в сельский пролетариат. Ну, и кроме того, они не могут дать определение этому режиму именно на языке марксистской политэкономии, потому что у них, собственно, как, в 20 веке у нас либо капитализм, либо социализм, да, третьего не дано. Как в знаменитом советском фильме, да, есть два класса — буржуазия и пролетариат. Если ты не за один, значит, ты за другой, да, если ты против диктатуры пролетариата, значит, ты за диктатуру буржуазии. И, простите, неужели вы хотите сказать, что, значит, в революционной Кампучи была диктатура буржуазии? Диктатура буржуазии с полным запретом частной собственности, товарно-денежных отношений, да, и так далее. Ну, вот, собственно, и все. Поэтому они не в состоянии даже дать какое-то политэкономическое определение этому режиму. Поэтому, в общем-то, да, можно апеллировать к философии, да, но, собственно, тогда тебе желательно эту философию изучить, как минимум. Либо можно апеллировать к политическим практикам, которые были, значит, в 20 веке. И тогда уже, собственно, либо марксист будет тебе доказывать, что это был, значит, настоящий социализм, а ты ему будешь говорить, что нет, это все было не по Марксу. Либо наоборот, либо вы меняетесь местами. Да, ты начинаешь демонстрировать ему, там, революционную Кампучию и говорить, что вот, пожалуйста, коммунистическое общество. А твой оппонент, он будет, значит, махать руками, кричать, значит, затыкать себе уши и говорить, что, типа, нет, нет, это не настоящий социализм, да, неправильный. Но при этом он свою позицию в большинстве случаев никак не сможет рационализировать и аргументировать. Вот, поэтому тут есть несколько разных вариантов, несколько подходов, да. То есть, когда мы критикуем политические практики в 20 веке, мы критикуем именно что, вот, как бы, политические практики из реального мира. А когда мы критикуем какие-то базовые, значит, философские, значит, подходы, это совсем другое. Это уже вопрос к теории и к тем подходам в сфере социальной и культурной антропологии, которые обычно используют левые. Ну, кстати, по поводу Тейка о неправильном социализме, в общем-то, левые, они устали, что их постоянно, вот, собственно, их утверждение о том, что это был неправильный социализм, дайте нам еще раз попробовать, превратилось в мем. И в итоге, значит, они отзеркалили, собственно, этот аргумент, и так появился Тейк про неправильный капитализм. Хотя, в общем-то, капитализм не может быть неправильным. То есть те общества, которые критикуются как, значит, пример какого-то условно неправильного капитализма, в кавычках, на самом деле там, в общем-то, ну, с точки зрения самих левых там нет развитого капитализма просто. То есть там такой периферийный капитализм с родимыми пятнами, там, феодализма или азиатской деспотии. Это, опять-таки, если мы пытаемся это как-то охарактеризовать на языке, значит, марксизма, там, формационного подхода. В принципе, вы не обязаны использовать эту описательную систему, но если вы ее использовать не будете, то ваш собеседник, он вас не поймет, скорее всего, да, если вы будете с ним на разных языках говорить. Поэтому тут нужно, значит, действовать в соответствии с заповедью апостола Павла, да. То есть нужно стараться быть для Эллина Эллином, для Иудея Иудеем. Да, то есть если вы пытаетесь индоктринировать саентолога, вам придется использовать саентологические категории. Если вы пытаетесь индоктринировать марксиста, вам придется использовать вот эту вот шауе-терминологию. А вообще, да, ну, кстати, собственно, чем хорош тейк про то, что, значит, в Советском Союзнику социализма не было, на самом деле, да, это просто, значит, государственный капитализм и партийная государственная номенклатура, это на самом деле отдельный класс с собственными классовыми интересами и собственным способом извлечения прибавочного продукта. Этот тейк, он хорош тем, что он вбивает такой клин между так называемыми неавторитарными марксистами, с одной стороны, и совкадрочерами, там, кросконами и вообще всякими идиотами, которые любят ностальгировать по совочку. То есть, если мы говорим о каких-то именно тактических вещах, то желательно максимально раздробить левое движение и натравить разные сегменты левого движения друг на друга, да, то есть там анархистов на коммунистов, троцкистов на сталинистов и так далее, и так далее, чтобы они все-все-все друг с другом пересрались, да, чтобы все-все вот эти пауки в банке, они сожрали друг друга. Ну и, кстати, сами левые активно этим занимаются, но периодически нужно им подбрасывать просто палки в огонь, чтобы, значит, все это, значит, пламя внутренних конфликтов, оно больше разгоралось. Вот, и в этой связи, кстати, я хочу сказать, что там люди типа Рудова, это на самом деле никакие не враги нам, а это наши соратники, потому что каждый раз, когда они создают какую-нибудь организацию, типа там союз куколдистов какой-нибудь, они вносят дополнительный раскол в левое движение, то есть это благо таким образом. То есть каждый раз, когда создается в мире новая какая-нибудь коммунистическая секта, это хорошо, потому что это дополнительный раскол левого движения. Поэтому мы приветствуем всяких Платошкиных, Рудых, там, я не знаю, особенно Семина приветствуем, который, там, говорит, что левые не должны участвовать в современной политике, в выборах, там, ходить на митинги, они должны сидеть дома и читать Маркса. Я полностью поддерживаю эти слова. То есть я много плохих вещей говорил про Константина Семина, про его личные качества, про то, что он мерзавец, значит, но в конкретно в данном вопросе я с ним полностью согласен. То есть подписываюсь под каждым словом. Вот как-то так. Так, пишут скорее раскол шауе-движения. Ну, об этом мы, собственно, и говорим. Просто шауе-движение, оно тоже сегментировано, да? Понимаешь, в чем дело? Так, Ежи, вы считаете Кагарлицкого умным и порядочным левым? Как тогда объяснить его связи с справедливой Россией? Я ничего ни разу в жизни не говорил по поводу порядочности и каких-то моральных качеств Кагарлицкого. Потому что, на мой взгляд, у всех левых у них очень специфическая мораль. Потому что в каких-то моментах левые, они пытаются быть святее Папы Римского, да? Что, типа, вот мы за все добро, за хорошее, за справедливость, за равенство. Но вот как-то, в какой-то момент у них что-то щелкает в мозгу и начинается, блядь, оправдание всяких геноцидов, какая-то хуйня кровавая. Не знаю. Для людей со стороны, наверное, это какое-то противоречие. Но я, наоборот, считаю, что это все последовательно одно из другого просто проистекает. То есть, если ты дохера гуманист в теории, то в какой-то момент на практике ты видишь, что люди обычные, живые, они как бы не соответствуют твоим представлениям о, значит, возвышенной гуманистической природе. И ты в какой-то момент разочаровываешься в людях и начинаешь их хуярить просто направо и налево за то, что они не соответствуют твоим идеалам. То есть, проклятые кулаки отказываются врастать в социализм. Вот. Поэтому по поводу моральных качеств левых, вообще, и Кагарлицкого в частности, я лучше, наверное, промолчу. А по поводу его интеллектуальных качеств, ну, смотри, слушай, давай, как бы, откровенно скажем, что в целом интеллектуальный уровень русскоязычных левых, он крайне низкий, да. Но если мы Кагарлицкого сравниваем с каким-нибудь условным, там, не знаю, Рудым, Юлиным, там, не знаю, профессором Поповым, то Кагарлицкий это просто спиноза, я не знаю, там, во всех смыслах. И в плане происхождения, и в плане интеллекта. То есть, это просто Эйнштейн и спиноза, как бы, в одном лице. Я не знаю, Перельман. Перельман левого движения. Потому что, не потому что он такой умный, а потому что все остальные просто идиоты, пиздец какие. Просто на уровне клинической дебильности. Поэтому, ну, Кагарлицкий человек не глупый в целом. По поводу того, что он, зачем он сотрудничал со Справедливой Россией, понимаешь, в чем дело? Когда у тебя нет своей собственной партии, многочисленной, ну, тебе, чтобы как-то продвинуть себя в политическом поле, нужно заключать тактические союзы. Кагарлицкий, например, на митинги Навального ходит и говорит, что это вот народный протест и так далее. То есть, левые, они, ну, те левые, которые участвуют в уличной политике, да, то есть, не Семен, который призвал это все бойкотировать и считает, что это все, значит, не коммунистический протест, да. Значит, ну, опять-таки, с другой стороны, большой вопрос, исходя из каких соображений Семен это говорит. Вот. То есть, может быть, его, собственно, не то чтобы уволили с российского государственного телевидения, а просто за штат вывели, чтобы он не палился. Да, так вот, те левые радикальные, которые все-таки участвуют в уличной политике, какой-то там, допустим, революционная рабочая партия, вот, Кагарлицкий тот же самый, значит, хотя он в Ароприне состоит, у них своя там, значит, управленческая организационная структура, они пытаются как-то вот оседлать вот этот вот, значит, протест. Да, то есть, они пытаются переконвертировать навальнистов в, значит, коммунистов. Ну, из этого, конечно, ничего не выйдет, но, а какая альтернатива с другой стороны, да? То есть, вот они ходят на митинги либеральной оппозиции, а какая альтернатива? Сидеть дома, ничего не делать. То же самое со Справедливой Россией. Да, да, он действительно хотел от Справедливой России куда-то баллотироваться. В итоге никуда его не избрали. Ну, так, а какая была альтернатива? Ну, не сотрудничать со Справедливой Россией, никуда не баллотироваться, ничего не пытаться, остановиться. Ну, что тогда можно сказать Депрессия, отсутствие денег Зачем это нужно А так человек все-таки какую-то активность изображает Нет, можно было бы, конечно, на месте Кагорлицкого смириться И сказать, что типа все, никаких шансов нету Заниматься политикой Надо это все бросить, как бы Ну, так зачем Что, спиться и умереть? Так, ежи, кто умнее, рыбников или купцов? Интересный вопрос, на самом деле Мне кажется, они примерно на одном уровне И примерно с одним диагнозом Да, это вот опять-таки к вопросу об интеллекте Кагорлицкого Понимаете, в чем дело? То есть, поскольку Кагорлицкий левый И какой-нибудь Купцов, он тоже там космический коммунист То для них они Для нас они все Ну, часть такого большого левого движения Условно, условно Хотя понятно, что никакого однородного левого движения не существует Но они все левые Так вот, если мы интеллектуальный уровень Кагорлицкого сравниваем с интеллектуальным уровнем Купцова Да, так вот То есть, если мы интеллектуальный уровень Кагорлицкого сравниваем с Купцовым С, блядь, с Юлиным Там, я не знаю, с Жуковым Там, еще с кем-то То Кагорлицкий просто гений Гений, блядь, понимаешь? Сверхчеловек Убермэнш Потому что нам приходится сравнивать его с людьми, у которых дохлый голубь вместо мозга Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова